Всем привет! Интернет, подписчики, канал. С вами мы, Иван Федорович. Всем здравствуйте. Мужики, мы продолжаем показывать ремонтные карбюраторы, то есть присланы нам на ремонт. И сегодня вот интересный карбюратор пришел, не сегодня он пришел, но сегодня мы его решили вам показать. Значит, карбюратор пришел нам из Кургана города. Это К-151В. Сейчас я буду о нем рассказывать. С Иваном Федоровичем мы намучились вчера с ним очень четко. Вот почитаю вам я быстренько вкратце письмо. Хозяин, значит, Денис Александрович. Вот он пишет. Здравствуйте, Навер Мухаммедович Иван Федорович. Карбюратор стоит на УАЗ-452, буханка. Карбюратор сновья хандрит. То есть при нажатии на педаль газа чихает и карбюратор даже глохнет. Холостого хода неровный, плохая тяга. Мне сказали, что переполняет. Я поменял углу, поставил, заработал вроде, но почему-то вторую камеру затопило. Значит, не заработало получается. Бензином аж через край полилось. Хотелось бы невозможного, пишут, хотелось бы невозможного. Приемте с хорошую тягу, экономичность, стабильный колостой. ДВС-417 езжу на бензине, на газ приходить не собираюсь. И еще провода попросил, зажигание. У меня АТ-2 с датчиком Холла. Все замечательно. Денис, обращаемся к тебе. Ну и вообще ко всем владельцам этого карбюратора. Вот вчера, кстати, приятно, что карбюратор чистый. А почему чистый? Потому что новый. Потому что новый. Он и чистый. Вот. Значит, мужики, вот сказать, что... Иван Федорович мне подсказал такую мысль. Сказать, что над этим карбюратором группа насильников надругалась в извращенной форме, это сказать, что был просто легкий флист. Мужики, все, что можно здесь... Все, что крутится, все крутилось. Все отвернуло. Все на нем вертелось. Все, что можно накрутить, подвернуть, отвернуть, поменять, изломать, сломать, все это было сделано здесь. Ну, давайте поподробнее начнем. Значит, вот то, что... Начнем сразу с первого, что мы открыли, Севаном Федоровичем. Это игольчатый клапан. Ребята, вот Иван Федорович здесь, покажите, пожалуйста, это. Значит, вот иголки здесь всякие сейчас я вот... Ну, вы видели, как-то Светлов показывал. Мы просто показали, какие есть иглы, какие что есть, и какая была стояла игла, и какую все-таки мы поставили. Какую мы поставили. Ну, расскажи, что есть с резиновым наконечником, есть с шнобочкой. Да, 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 да. Они это знают. Есть металлические. И сейчас появились хорошие иголки с резиновым наконечником. Они хорошо себя зарекомендовали. Ну, как-то помните, я показывал недавно в ролике в одном, что поменяли ремкомплект и приехали на веревки. Ребят, и такие есть нюансы. Просто-напросто вот эта резинка, она хорошая якобы, она вот так ее взяла, она слетела и раскрашилась вся. Ну, это, видите, всегда под хорошие... Упало старение. Всегда хорошие деньги, ценные, хороший доллар, хорошую водку. Всегда подделывают так и пытаются здесь. Как только пошел спрос на иглу, сразу пошел. Значит, ребят, вот он поменял ремкомплект. Сейчас я постараюсь, Иван Федорович, как-нибудь... Иван, как сделать вот так вот? Ну, давай, попробуй. Мне важно, что иглу снять. Саму... С резиночкой. С резиночкой. Но, нет, ты скажешь... Дело в том, что она заточена под конус. Да. Это уже не завод. Я бы сказал, руки, говорят, под что-то заточены. Вот это точно так же заточено. Сейчас я возьму ручку... А вот какую поставим. Вот эта заводская, на кончике у нее шарик находится. Мужики, вот давайте я просто вам... Вот такая резиночка. Быстренько, вот Иван Федорович, нарисует. Вот шарик есть, да, у нас такой. Здесь даже как-то вот так сделано. И здесь стоит такое колечко резиновое, ну, уплотнительное. Которое... А вот здесь седло, которое оно тик-тик этим колечком фиксирует. Ну, получается. Теперь рисую вот это. Это вот так сделано. Так, так. Потом опять вот так вот. Ну, короче, мужики, это полный геморрой. Вот эта резинка стояла, вся порванная здесь. Здесь торчали какие-то лохмоти от нее. Вот эта вещь, зачем, для чего это сделано, непонятно. Ну, во-первых, она не обработана. Здесь такие шерсовые поверхности. Ну, посмотрите, как, Ваня, сделать? Ну, не знаю. А он еще, еще, еще ближе. А нельзя? Ну, я сейчас зумом. Зумом. О, во-во-во-во-во-во. Вот только чтобы он... Сейчас, сейчас, сейчас. О, вот смотрите, мужики, это браголимый. Я сейчас вот так еще повернул, вот так повернул. Вот видите, там все порвано. Между нами все порвано, говорит. Одна нога другой, говорит. Вот, а мы поставили вот такую. Мы поставили родную, родную иголку я нашел. Нашел, значит, колечко. Ну, конечно, не маши. А, понял, понял. Все, 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 все. Я не ловлю тебя, он присестил. Все, 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 все. Вот. То есть стандартное. Вот этому Денису, Денис, все, что мы нашли, у нас нет таких иголок. Там предлагают зажигалки, все это фигня на постном масле. Хорошую иглу можно. Вот. Надо на Пикар позвонить друзьям, они мне пришлю. Значит, ребята, вот эта игла держит. Вот то, что он написал, переливает в обе камеры, заливает. Мы поставили вот эту иглу родную, которая стояла поплавок. Поплавок, кстати, стоит ровненько, вот. Как, так что ли? Видно, видно. Ровно, параллельно вот этой вот плоскости. Вот это должна быть язычок параллельно. Никуда не загнутый, ничего. Вот, все должно быть так. Вот, его не надо трогать. Ребята, открываем. У нас льет в камеры в обе, туда хлещет, туда хлещет бензин. Здесь вот такой уровень стоит, вот прямо так. Ребята, так не пойдет, не пойдет. Мы заменили иглу, все прошло. Мужики, это мы решили вопрос с иглой. Далее. Сейчас вот... Нет, я добавлю. Давай, Иван Сергеевич, продолжай. Нет, то, что, Денис Александрович, я обращаюсь к нему лично. Когда он, я не знаю зачем, он разбирал нижник, вот этот снимал, нижнюю часть. Камера держит. Да, да. И прокладки, держи, вот эти, они были просто перевернуты обратной стороной. И то есть канал холостого хода просто не работал, он был закрыт. Там были прокладки перепутанные. И пусковой, ну, помните, я показывал, пусковой канал был закрыт. Ребят, смотрите внимательно за этой темой. Значит, фланец был настолько сильно... Ой, не затягивайте карбюратор так. Ну, вы как колеса тянете, его что, украдут или... Мы не можем, мы не могли поставить этот карбюратор. Вообще мы его ставим на 99-ю машину. Нет, ну мы поставим, заведем, покажем. Да, да, да. Как все работает. Ну, то есть мы здесь подчищали, все делали. Отрихтовали, рихтовать пришлось его. Отверстия рассверлили, иначе он просто не лез. Не надо его тянуть, его же никто воровать не собирается. Тихо, 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 снимаем, снимаем кино. Значит, мужики, далее. Вот, ребята, вот этот карбюратор является карбюратор с автономной системой холостого хода. Автономный, это значит, в карбюраторе еще есть один маленький карбюраторчик, который занимается только работой на холостом ходу. И поэтому у него дросселя не нужны им зазоры. У них зазоры только нужны для того, чтобы пластины вот эти дроссельные заслонки не набивали нам канавочку на стенках смесительной камеры. Нет, их задрали настолько сильно, там Москву, видать, в эти отверстия были. Ну, потому что все болты, которые есть, все крутились. Все, все вертились здесь. Вот Иван Федорович сейчас тут загерметизировал, клеим вот это вот отверстие, в смысле. Это упорные болты, которые вообще трогать не нужно. И здесь тоже самое, вот здесь тоже, а здесь-то тебе не капнуло. А я по резьбе прогнал, понятно. Все, мужики, ну вот то, что пока есть у нас, далее был разрегулирован ускорительный насос, он лил на стенку, вот этот он не был, мы его отрихтовали. Ну, ребят, вот как-то так вот. Диффузоры притерли. Да, 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 да. Вот сейчас мы, значит, остановим фильм, и Иван Федорович поставит его... Да, и покажем его в работе. В работе, да, покажем, как он регулируется, у него все прекрасно регулируется. Да, и здесь мы тоже, ребят, вот все-таки мы не можем уйти от этого, нигде я ролик не видел, как я вот это делаю, так я и сейчас делаю. Надо позвонить будет на Пекар, главную конструктору, что он еще, Жир Даров, поговорить на эту тему. Значит, не работает горочка, не поднимается, то есть карбюратор все просит, 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 просит двигатель, а он все вывертся, вывертся. Пришлось миллиметр спилить, миллиметр, и получаем надежный, да, и дебар. А, Вовка, эта пипечка работает, все, не надо, а то дымно будет. Все, ребята, сейчас мы, Иван Федорович, выключайте камеру, а мы сейчас продолжим. Итак, мужики, значит, карбюратор стоит у нас, мы крышку умысленно не ставим, хотим показать вам работу поплавкового механизма, то есть игольчатого клапана. Мало того, мы уже и уже еще одну иголку сменили. Этот, как его зовут, Денис, да, звать? Да, Александрович. Денис, дорогой, значит, вот мучимся мы с этим карбюратором, ну, кошмар просто, я не знаю. Да нет, просто накрутили его лично. Ну, накрутили, ладно, мы все вернули. Ну, да. Дело в том, что мы теперь иголку, вот у меня колечек этих нету, иголку мы теперь тебе нашли старую. Вот как вы иголки показывали? А теперь мы поставили конусную иглу резиновую, это уникарскую. Компачковую или как? Уникар называется. А, уникар. Вот, и уникар, уникар, я не знаю, что это за фирма, ну, бог с ним. Вот, сейчас она работает, сейчас мы продемонстрируем, как она работает, как регулируют сколостые, то есть все есть, никто не плавает, все. То же самое происходит и без крышки, то есть, извиня, из крышки и без крышки. Данил, давай. Данил, заводи. Данил, заводи. Видите, обороты падают, откручиваются, растут, растут, вот теперь снова падают. Ребята, на обычном карбюраторе такого не сделают, потому что игла не позволяют. Вот они, вот, 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 вот. Третий оборот, замечательно регулируется. Видно идеально. Как мы его силием, мы вам продемонстрируем, как регулируются пусковые зажоры и покажем полностью готовый тербиратор. Так, и так стоит крышка. Ребята, все это окончательный вариант готового карбюратора. Мы с Иван Федоровичем показали, вернее, убедились, как работает пусковое. Оно тянет, вибрирует, тащит за собой заслонку. Все работает, но на горячем это очень трудно проверить, на холодном замечательно работает. Итак, Иван Федорович, заведите машину. Обороты минимальные, замечательно регулируем. Можем увеличить, скорость хорошая. Можем уменьшить. Пусковой показывает, что работает, затянут. Сейчас мы открутим, будем показывать, что будет? Не, ну по большому счету сейчас открутим. Единственное, я хочу добавить то, что я не такой великий специалист в этом, но просто господа, ребята, мужики и все. Как, наверное, Мухаммедович не скажет. Ограничитель ступенчатого сектора дроссельной заслонки. Воздушный. Воздушной заслонки. У него есть ограничитель стоит. А, нет, дроссельный, дроссельный. Нет, воздушный. Ну вот этот, вот этот, вот этот, да, сектор, вот ступенчатый. Да, да, да. Но его там не особо... Боево видно. Вот. Там стоит ограничитель, который просто конкретно ограничивает выбор сектора до упора. Ребята, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он, Наиль Мухаммедович, вот он. Нет, он-то на нем сидит. Да, а вот болтик его. И он должен стоять вот здесь. Ты, ты вот сюда смотри, что показываешь. А то опять скажут, оператор говно. Ну здесь не видно, видишь? Нет, конечно, не видно. И его тросом подсоса так тянули, что его изуродовали до края. А так как я не великий специалист, Анаиль Мухаммедович немножко был занят, я просто сломал голову, пока это дело, опять же, все отрихтовал и отрегулировал все на место. В общем, все работает, все прекрасно. Мужики, а мое последнее резюме такое. Вот судом присуди, мне этот карбюратор абсолютно не нужен. Как вы его там не хвалите, столько здесь кинематики для работы, для пускового устройства. Смотрите, сколько здесь везде, столько кинематики. А вы посмотрите кинематику на карбюраторе Озон, на карбюраторе Соликс. И быстрота, доступность, удобность. Ну, ребята, ну, стоит-стоит, что ж теперь делаешь? Нравится людям, катайтесь. Ребята, ну, давайте, ребята, победили этому Денису, фамилию его Парахин. Как он там, с какого Александровича, Дениса Александровича? С Кургана. С Кургана, да. Привет Кургану с Ульяновской области. Все нормально. Всем привет, до новых встреч. Пока, пока. Субтитры подогнал «Симон»